Vada Priora это не просто рестайлинг вазовской десятки, это ее ремейк. Сегодня за 11 тысяч долларов нам предлагают автомобиль конца 80-х, переизданный с учетом технологий 21 века. Дело в том, что Priora своим рождением обязана не кому-нибудь, а американским аудиторам. Как-то тольяттинцы заказали ему оценку состояния предприятия и возможные варианты развития, и вердикт американцев был неожиданным перезапустить 10-е семейство. Тогда бумажные чертежи поменяли на современные математические модели, сделали новые штампы, поменяли оснастку, а заодно освежили внешность усилиями собственных дизайнеров и заказали итальянскими бюро Корчера на новый интерьер. На все про все ушло два с половиной года и 180 миллионов в год. Но десятка от этого не перестала быть десяткой. Просто она стала немного лучше. Почти во всем, с исключением, пожалуй, плавности хода, подвеска стала заметно жестче. И здесь вот на дорожке вокруг Сочи это особенно заметно. Зато крены стали меньше, потому что в задней подвеске появился стабилизатор поперечной устойчивости, да и передний сделали толще. А вкупе соцессы обещают запихнуть этот мотор в строжайшую норму Евро-4. Но вот пока с неотрегулированным дроссиком дросселя, с вибрациями, с шумами, как-то не производит впечатление современного двигателя. Что это такое? Такое. Облегченный? Укороченный? От нового двигателя? Сильно облегченный. Сильно укороченный. Но это не главное. Приора – первый эфический автомобиль, где в список стандартного оборудования входит подушка безопасности. Пока она есть только у водителя, но скоро появится более дорогая комплектация «Люкс», где-то 20 тысяч рублей дороже, где будет подушка безопасности пассажира и даже ремни с преднатяжителями и ограничителями усилия. Здорово, конечно, что автоиск занимается пассивной безопасностью, но на ней одной далеко не уедешь. А в приоре, как и десятки, по-прежнему не хватает ощущения качества. Она скрипывает, побрякивает, оглушительный центральный замок, шумит, отопитель, будит вентилятор системы охлаждения. И даже вот эта колхозная надпись «ОПИН» на крышке отделения для мелочей усугубляет ощущение тишины. Почему не написать здесь, например, «ЛАДА»? Тоже ведь слово из четырех букв и перевода не требует. Или любое другое слово. «Миша», «Вова». В общем, новое поле для деятельности Тюнингёва. Наш автомобиль только что преодолел вот этот вот уступ. Кажется, здесь просто не хватает знака «Обрыв». Помните такой с падающим пропасть автомобилем? Даже бампер не повредили. Чрезвычайно прочный автомобиль. Сложность проекта «Приора» в том, что базовцы вынуждены ставить на конвейер новую машину, не останавливая производство «Десятки». Поэтому «Приора» как бы врастала в «Десятку» постепенно. Узел за установку. И даже когда она совсем в июле вытеснит «Десятку» с конвейер, ей все еще предстоит дальнейшая модернизация. Появится новый отопитель с кондиционером и режимом рециркуляции, какого здесь нет. Появятся новые сидения, новые шины. Кузов станет еще жестче. Появится даже АБС фирмы «Бош». Ну вот, появится ли принципиально новый фазовский автомобиль собственной разработки – это вопрос. И ответа на него не знают, к сожалению. Даже сами розовцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok